Спасибо большое. Как меня слышно? Будьте добры. От 0 до 10. Повставьте, пожалуйста. Все хорошо. Спасибо. Тогда я начинаю. Я правильно понимаю, что у меня полчаса? Да. Хорошо. Итак, тема моей выступления «Хочу учиться дома». Это о тех детях, которые планируют обучаться дома на семейном обучении. И я хочу поговорить с вами о том, как им помочь, поддержать их с помощью коучинговых инструментов. Итак, что вас ждет в ближайшие 30 минут? Мы поищем ответы на такие вопросы. Чего мы боимся в семейном образовании? Что мы получаем, если все-таки решаемся? И от чего мы отказываемся? Надеюсь на активное ваше сотрудничество. Во второй части я представлю варианты, как можно поддержать ребенка, его природную любознательность с помощью коучинговых инструментов. И дам пошаговую инструкцию, как применять такие инструменты, как мыслительная гимнастика, таймер, колесо баланса, хорошо всем знакомый, да? Но в адаптации к детям и доска почета. Итак, позвольте представиться. Я мама четырех детей, жена, дочь, сестра, профессиональная пианистка, музыкальный педагог и коуч родителей детей и подростков. Где я обучалась, да? Все мои сертификаты можете сейчас посмотреть, почитать. Мне было бы интересно узнать, с кем я сегодня буду общаться. Будьте добры, напишите в чате, кто вы, да? Как вы пришли, как родитель или как специалист, какие у вас детки, сколько им лет, чтобы наш разговор был более предметным. Вот меня спрашивают, как вы все успеваете. Не знаю, видимо не все успеваем. Так, двое детей, очень приятно. Екатерина, спасибо. Всем привет своим знакомым, передаю тоже. Спасибо. Коуч, мама дочки, 8 лет. Ольга пишет, детям 13-14, непростой возраст. Трое детей. Кризисный центр для подростков, интересно. Коуч, психолог, именно мама, 25 и 15. Солидная разница. Спасибо большое, да, мама-педагог, да, жду ваших дальше откликов. Идем дальше, чтобы все успеть. Спасибо. Пишите, пожалуйста, все прочитаю. Итак, вот мои сертификаты тоже. Итак, идем дальше. Моя история. Мое детство – это обучение музыке через слезы. Как результат, я полюбила музыку только после окончания консерватории. То есть, когда уже все закончилось, я начала все сначала. И вот этот непростой путь тернистый, он мне помог понять, насколько важно настроить процесс обучения грамотно. То есть, у меня были успехи, как у пианистки, да, у меня были гастроли, сольные концерты, все было. Но при этом была домашняя работа, наполненная вот слезами, проблемами. И своим детям не пожелаю. Сегодня я пришла к тому, что у меня студия раннего музыкального развития, где я в игровой форме, по своей методике, обучаю так детей, чтобы они полюбили музыку в процессе обучения. И в итоге мы участвуем в конкурсах, фестивалях. То есть, мои дети имеют возможность профессиональной карьеры, роста. Но исключает вот этот вот прессинг. Также хочу поделиться историей своего сына. Мы пошли в школу сразу во второй класс, поучились второй, третий. И я поняла, что мы теряем те близкие отношения, которыми я так дорожила всегда. Вот этот постоянный хронический конфликт, я его заставляю, он уклоняется. Ну, боюсь, что это многим знакомо. Если да, будьте добры, напишите в чате. Кому знакома ситуация? Дарья, да. Да, да. Ну, к сожалению, это классическая ситуация. Да, вижу. Да, значит, вам будет интересен мой вебинар. Итак, вот на сегодняшний день мы на семейном обучении уже два года. Мы участвуем в олимпиадах, музыкальных конкурсах, ходим в фитнес-клуб. Старший помогает в обучении младших детей. Есть, да, кому помогать. И помогает мне по дому, действительно. Но не делает все за меня, к сожалению. Шучу. Итак, чего мы боимся в семейном образовании? Вы тоже, пожалуйста, свои мысли пишите в чат. Я постараюсь вот такие общие моменты, как мне кажется, для всех актуальны. Прежде всего, вот мне самой сложно взять на себя ответственность за образование своего ребенка. Мы привыкли делить ее с учителями, с директором, да, вот тут вдруг все на себя забрать. Также, я думаю, многие боятся, как организовать учебный процесс. Дома, да, боимся вырастить из социального типа. Понимаю, о чем мы поговорим об этом. Думаю, что многие боятся предметов старших классов, сложных. Да, то есть сами, может, уже ничего не помним. Кажется, что это было что-то очень сложное, и не хочется вообще в это погружаться. В итоге боимся за качество обучения. Да, может быть, в школе научили бы качественнее. Вот еще ваши сомнения. Пишите, да, мы их обсудим. Что же мы получаем? Ну, прежде всего, это осознанное отношение к учебе. То есть из позиции «меня учат», ребенок занимает активную позицию «я учусь», «мне это надо», и почему, и зачем мы это еще обсудим. То есть именно на этой позиции, именно коучинговой позиции, мы можем вообще выстроить действительно семейное образование, семейное обучение грамотно. Так, боимся, что домашнее обучение отнимает все время, даже для себя. Вот именно домашнее обучение прибавляет время, свободное, не только вашему ребенку, но и вам. Я думаю, что многим знакома ситуация, когда родители делают с детьми домашние задания допоздна. Я сама в этой ситуации оказывалась не раз, потому что мы имеем опыт из школьного обучения. Сын учился в школе два года, да. В этом году мы первую четверть походили в школу, познакомились с предметниками, да, у нас. Мы пошли в старшую школу, младшая дочь моя тоже пошла в первый класс, мы тоже прошли, да, все это, и я очень хорошо знаю, как подолгу мы делаем уроки. Нервы, мама, не выдержите, ищите себе предмет. Вот именно об этом мы будем говорить. Как научить ребенка учиться, а мама только организовывает процесс, да, мама-администратор. Я думаю, многим знакома система Даяна Стерлинг, да, когда мы к подросткам уже применяем только администрирование. Я вижу, у нас как раз много старших детей. Да, для более младших здесь, конечно, еще работает роль учителя, но поверьте моему опыту, своего ребенка вы научите гораздо быстрее и эффективнее, чем самый гениальный педагог. Будет это делать с 30 детьми одновременно. Итак, да, последнее, на что я обращаю внимание, это скорость. Сам ребенок заинтересован в скорости. А когда он находится в классе, он ускорить процесс не может. Все равно 40, да, 45 минут он сидит. Итак, от чего же мы отказываемся, если мы отказываемся от школы? Да, мы тогда имеем возможность научить брать на себя ответственность. То есть мы эту ответственность за обучение делим с нашим ребенком. И часть ответственности на нем. И, как правило, да, то есть это же добровольное дело. И если ребенок хочет перейти на семейное образование, он готов взять на себя ответственность за него. Да, смотря как организовать. Вот мы об этом и будем говорить. Давайте я немножечко ускорюсь. Я думаю, вот вы этот слайд уже познакомились с ним, да? То есть в основном здесь все-таки пойдет об ответственности речь. Да, и вот о всем, что вокруг этого. Поэтому я хочу перейти к практической части, чтобы мы подробнее успели все, найти те инструменты, которые нам помогут сохранить нервы. Итак, первый инструмент, который я хочу вас познакомить, это мыслительная гимнастика. Это очень интересный, очень полезный инструмент, не только в сфере образования. Он здорово работает как с детьми, так и со взрослыми. Но мы возьмем нашу актуальную тему, зачем учиться. Итак, первое, с чего мы начинаем разговор с ребенком. Мы пытаемся создать информационное поле. То есть мы выпытываем, да, у него, а как ты думаешь, зачем вообще надо учиться? Зачем это надо тебе? Зачем это надо мне? Чтобы ты учился. Зачем это надо педагогам? Бабушке, может быть, дедушке, папе. То есть даем ему возможность с разных сторон посмотреть. Затем мы ставим проблемам. А что если? Ну, допустим, что-то у тебя не получается. Или тебе не хочется. То есть вот даем ему возможность пофантазировать, продлить. И что будет, если что-то пойдет не так? Многие дети говорят, я не хочу учиться. Но дальше этого не хочу, их размышления не идут. Давайте поразмышляем вместе. Ну, что будет, если ты просто не будешь учиться? Дальше даем возможность сравнить информацию из разных источников. То есть, как ты думаешь, как на это посмотрят родители, учителя? Почему для них это важно? Может быть, приведем какие-то интересные примеры из вашего личного опыта? Например, про тех детей, которые бросили школу. К сожалению, да, мы знаем такие примеры. А наши дети могут вообще быть не в курсе. И самое важное еще в первом пункте, да, дать ему зацепки. Зачем ему это действительно нужно? То есть, если ваш ребенок уже задумывается о своем будущем, а это наверняка случилось уже давно, то есть, надо найти, что в этих предметах, которые мы планируем изучать, может быть, ему лично полезно, может быть, ему в жизни вдруг пригодится умение писать. И надо конкретно завязать. А в какой ситуации ему это может пригодиться? Может быть, пригодится умение считать. И тоже, да, вот пусть он конкретно нам скажет, да, мама, слушай, но мне без этого не получится. Бухгалтера надо проверять иногда. То есть, дать ему самому прийти к этому выводу. Позволить ему найти, может быть, даже не самые для вас верные выводы, но главное, чтобы он сам построил логическую цепочку. И чтобы он сам принял решение, вывод. К пятому, да, пункту на моей презентации мы переходим. Даже если вам вы с этим не согласны. Позвольте ему сделать на этом этапе такой-то вывод. Вы можете потом еще раз вернуться к этой теме. Итак, вот эта база, на которой, в принципе, мы строим новое отношение к обучению. Активное. Я учусь, они меня учат. Итак, дальше мы включаем таймер. Думаю, всем очень знакомый инструмент. И без него не обойтись, если вы занимаетесь дома. Это как раз тот инструмент, который помогает нам сохранить нервы. Мы договариваемся на берегу. У тебя есть 20 минут концентрированной работы. Поверьте мне, 20 минут – это вполне достаточное время, чтобы школьник устал, да, чтобы он вник в проблему, и чтобы он сделал достаточно какой-то приличный объем работы, если он работает концентрированно. То есть, когда мы на уроке в классе находимся, 40 минут – это неконцентрированная работа. Там тоже, наверное, чистых 20 минут наберется, если хорошо. Мы часто ждем, кого-то слушаем, открываем учебники, делаем перерывы и так далее. Вот я тоже за перерывы. Действительно, двигательная активность необходима для развития физического. Пять минут. То есть, встать, подвигаться, походить, попить чай, попинать мячик. Что вам удобно, да? Что нравится вашему ребенку. Отвлечься. И дальше идут 20 минут, которые выбирают, чем наполнить сам ребенок. То, что он любит, то, что ему нравится, какое у него сейчас настроение. И, пожалуйста, будьте честны до конца. То есть, если он действительно проработал 20 минут, 20 минут – его. Если он проработал 40 минут, то 40. Но если вы видели, что это не была концентрированная работа, да, мы делаем, мы договариваемся и делаем выводы, сколько тогда ты имеешь права на развлечение. На самом деле, здорово работает инструмент, даже с теми детками, которые уже в виртуальной зависимости, то есть не могут оторваться вообще от компьютера. И просто сказать «выключи». Это просто, ну, конфликт, который очень трудно потом будет как-то урегулировать. Здесь мы договариваемся. Условия справедливые. Для подростков это вообще очень важно. Поэтому инструмент работает. Вы можете включать таймер на кухне, можете на телефоне ставить, да, то есть сейчас вариантов масса. Итак, следующий инструмент, хорошо всем знакомое – колесо баланса. Как мы его используем в домашнем обучении? Ну, как вариант. Это такая возможность развить самооценку. То есть ребенок привык к школе, что его знания оценивает учитель. Намного важнее сформировать привычку, потребность, самому себя оценивать. Справедливо. Оценивать и перспективы свои, то есть как я буду готов, да, вот прогноз делать, но и оценивать уже сделанную работу. Ну, вот как вариант. Мы, допустим, у нас будет скоро контрольная или какой-то проверочный урок. Или, может быть, вот мы уже готовимся к итоговой аттестации в конце года. По секторам мы разбиваем те предметы, которые мы должны сдавать. И выставляем, сам себе ребенок выставляет баллы. Насколько я готов от единицы до десяти. То есть здесь очень здорово, что нет привязки к пяти баллам. Это шкала не школьная. Во-первых, здесь есть где разбежаться. Не надо ассоциаций с теми оценками, да, которые нам выставляли учителя раньше. Это моя оценка. И для меня важно, чтобы она росла. Если же я понимаю, что меня не устраивает мой прогноз, да, вот слабоватые секторы меня беспокоят, мы обдумываем шаги, чтобы повысить уровень, и включаем эти шаги в нашу ежедневную работу. А может быть, есть сектора, в которые я уверена абсолютно, что у меня здесь все в порядке. Значит, здесь мы можем немножечко меньше тратить времени. Итак, вот вариант, например. Слева вы видите, да, вот это наборчик для начальной школы. Может быть, еще что-то, да, что для вас важно. Какие-то ваши дополнительные, может быть, художественная школа, да. И очень здорово потом сравнивать, может быть, такое тестирование для себя делать раз в месяц, раз в полгода, видеть свой рост. Ну, или наоборот, какие-то проблемные зоны. И справа вы видите колесо по одному конкретному предмету, это по математике. Каждый сектор – это тип заданий, который меня ждет. И я определяю, в чем я хорошо разбираюсь. Допустим, я здорово решаю задачки. А где мне надо потренироваться? Например, я плохо помню таблицу мер, да. И, соответственно, когда вы выстраиваете на каждый день план заданий, который вы выполняете, этот план не просто формально пройти две страницы, а вы уже выбираете и усиливаете те секторы, которые необходимо усилить. Если здесь все понятно, откликнитесь, пожалуйста, чтобы я понимала, что вы здесь. Спасибо. Итак, следующий инструмент. Да, вот когда мы работаем в таком ключе, мы из роли учителя принимаем на себя роль тьютора. Я думаю, что многим слушателям эта тема знакома, этот термин. Тоже поставьте, пожалуйста, плюсики. И тем не менее я немножечко сфокусирую, да, что для нас важно. Тьютор, в отличие от учителя, именно анализирует проблемные зоны, анализирует сильные зоны и выстраивает программу в зависимости от этого. И другая оценка, да. То есть мы начинаем с успехов. Что у нас получилось хорошо? С чем в прошлый раз, да? Мы сами с собой сравниваем. Мы не сравниваем с соседом по партии. Если есть ошибки, это не провал, это не двойка, это наша обратная связь. Да, то есть вот эти коучинговые подходы включаем. Ошибки помогают нам понять, над чем надо работать. И вот этот сектор будет расти, который у нас провальный, да, западает. Если все-таки мы знаем, что мы уже вроде бы повторяли, уже уделяли этому много времени. То, как тьютор, да, мы пытаемся помочь ребенку разобраться. А как мы можем по-другому учить эту, вот эту зону, да, этот предмет. То есть не упираемся и снова, и снова, да, одним и тем же. Посмотреть со стороны. Может быть, найти другие ресурсы. Может быть, у нас не визуальный сильный канал, да, восприятие, а слуховой. Тогда пусть ребенок читает параграф вслух. Или мы ему почитаем, да, на досуге. Или, в конце концов, сейчас у каждого учебника есть аудиоприложение. Мы будем пользоваться этим ресурсом. То есть мы анализируем, что нам поможет быстрее прийти к результату. И сохраняем нервы себе, время и себе, и ребенку. И если все-таки мы, у нас, нам удается прийти к хорошему результату, то, пожалуйста, доска почета. И прошу обратить ваше внимание, это не стандартные дипломы и почетные граммы, а именно акцент на успехах в личном росте. То есть что для вас важно? Чтобы ваш ребенок был аккуратным, да, организованным, может быть. Вот предложите свои варианты, буду очень рада. Уверена, что у меня очень креативная публика сегодня. Самому смелому. Да, может быть, у вас застенчивый ребенок. И вы дали ему возможность проявить свои знания где-то публично, на каком-то, может быть, празднике, да, или конкурсе, фестивале. Да, самому уверенному. И за это дать ему диплом, да, то есть он преодолел свою слабость. Мы только знаем об этом. И дать ему за это... Вот такая доска почета, креативная, которая позволяет нам делиться ценностями и вот находить вот это эхо, да, с нашим ребенком, что важно для нас, важно ли это для него. То есть очень часто проблема с обучением именно вот здесь начинается. Для нас, например, важно, чтобы он учился на четверке-пятерке, а для него важно что-то совсем другое. И мы не идем к одной цели, у нас цели разные. Поэтому, чтобы действительно организовать семейное обучение, да, на самом деле, не только семейное, это база, с которой надо начать, да, вот используя этот инструмент смыслительная гимнастика, о котором я говорила уже, мы тоже проговариваем, что ты ценишь, что для тебя важно, каких бы целей ты хотел достичь. И не подменяем свои цели, своими целями, да, цели ребенка. Да, вот действительно, самому целеустремленному прекрасная жизненная ценность. Разделяют ли ее наши дети с нами? Это интересно узнать. Вот, допустим, да, перед нами контрольная аттестация. Это единственное, чем грозит школа, да, для семейников. Здесь тоже имеет смысл обговорить, обдумать, что для нас важно в этих контрольных аттестациях. Возможно, для вашего ребенка цель пройти как можно проще. Ну, по самым легкими примерами, быстрее всего все сдать и забыть об этом. Возможно, вы эти контрольные будете использовать как внешнюю мотивацию. То есть здорово, мы все организовали, ребенок хочет учиться, он понимает, зачем ему это нужно. А контрольная аттестация это такой бонус, наградок, где он сможет продемонстрировать свои знания. Если вы так сумеете поставить, это будет здорово. Потому что, как правило, это такое пугало, да. Не будешь заниматься, получишь двойку. И этим, на самом деле, инструментом пользуются в школе ежедневно. И тем самым подменяют внутреннюю мотивацию внешней. К сожалению, вот это такой процесс, в котором все, кто учится в школе, участвуют. То есть, когда мы приводим ребенка в школу, ему все интересно, да. Возраст, почемущик, не так далеко. И если мы, как родители, были бдительны и отвечали на все вопросы, то наш ребенок хочет учиться. И происходит какой-то волшебный, да, сдвиг. И почему-то главным мотиватором становится не получить двойку. В лучшем случае, получить пятерку. А вот эта потребность, вот эта любознательность, она уходит на задний план и, по сути дела, в тень. Поэтому, когда мы идем на семейное обучение, у нас больше возможностей сохранить внутреннюю мотивацию. Ну, собственно говоря, конечно, и в школе мы тоже можем за этим следить. Ну, и да, пожалуйста, из тех инструментов, которые я сегодня озвучила, в зависимости от того, какая у вас цель на контрольных, вы используете инструменты. Я думаю, что комплекс хорошее решение. Поделитесь, пожалуйста, какой бы вы стали использовать инструмент, прежде всего, что вы считаете для вас будет наиболее эффективным? Все. Ну да, они в комплексе хорошо работают. Я жду еще варианты. Ага. Да-да-да. Таймер, да, внешняя мотивация. Угу, угу. Спасибо большое. Добавить подстройку к будущему. Да, вот это как раз на мыслительной гимнастике и обговаривается. То есть, когда мы начинаем задавать вопросы, зачем тебе надо учиться, мы неизбежно приходим к тому, что это может пригодиться в будущем. И поэтому-то я и говорила, что развейте темы, а за кем ты хочешь быть, да, где тебе это может конкретно пригодиться. Пусть та профессия, о которой будет говорить ваш ребенок, она, может, абсолютно нереальна, но она сейчас имеет для него ценность, и он готов на нее работать. и, может быть, это совсем не имеет отношения к той профессии, которую вы видите для него. Так, вопрос. А как групповая работа и взаимодействие с другими? Угу. Угу. Да, очень многих, да, смущает тот момент, что мы не общаемся в социуме, группам. На самом деле, по этому поводу уже тоже много всего сказано. У нас в Петербурге есть замечательное сообщество «Семейное образование», которое издают журнал, в том числе печатный. И этот печатный журнал отправляют в Америку и по всему свету. И мы уже убедились в том, что социализация для таких детей вовсе не проблема. Приведу маленький пример. Мой ребенок пошел, как я уже сказала, в этом году в школу на первый четверть и сразу же, естественно, столкнулся с прелестями школы, такими как общение в коллективе, в детском, с неизбежными обзывательствами и прочими притеснениями. Безусловно, не со всеми ребятами, но всегда в классе есть человек, который создает проблемы. и я удивилась сама, потому что мой ребенок сумел договориться с этим сложным мальчиком, при том, что весь класс с ним находился в конфликте. И в итоге даже в этом году этот мальчик уходит из этого класса. То есть родители так и не сумели помочь ему адаптироваться. А мой сын, который, казалось бы, имеет меньше такого опыта, в течение месяца он сумел с ним договориться, хотя конфликт назревал уже серьезно. То есть на самом деле, когда ребенок общается в семье, у нас больше возможностей подсказать ему, как договариваться, как находить выходы из сложных конфликтных ситуаций. Он общается не только со своими ровесниками, он больше общается в семье с разными поколениями. И даже если у них нету младших сестер и братьев, есть бабушки, дяди, тети, мы все равно не на необитаемом острове. Мы все равно выходим на улицу, мы все равно идем в какие-то кружки, в театры, в музеи. То есть человек, который в семье, это не значит, что он изолирован от общества. Я даже думаю, у него больше реального общения. подтверждением тому, опять же, мой личный опыт, проведу вам пример. Общаясь в классе, дети чувствуют себя немножко под присмотром учителя. Подтверждением тому будет мой ребенок, возвращаясь из школы, начинал на самом деле общаться со своими одноклассниками, в Вайбере, в Ватсапе, ВКонтакте. Я с удивлением ему спрашиваю, что такое, ты же провел с ними полдня, что ты еще не успел выяснить. Он говорит, так мы только сейчас начали общаться. То есть это немножечко все равно искусственная ситуация. И реальному общению, поверьте мне, есть возможность обучиться. Так, возвращаясь к вопросам. Мама научила, мама проверила, мама грамотно дала, а если мама не порвает, слишком лояльно относятся к своему ребенку. Как оценить? Ну, прежде всего, да, у нас все-таки есть контрольная аттестация. Если вам учителя подскажут, да, сейчас есть огромное количество возможностей онлайн-тестирование проводить. Есть сообщества, в которых вы можете контролировать себя буквально каждую неделю. Да, вот если вас это беспокоит, это решить можно. Вот, если еще есть вопросы, пожалуйста, задавайте, потому что мое время подходит к концу. да, пожалуйста, если нужен перерыв, если какие-то вопросы остались нерешенными, мои контакты вы найдете у организаторов. Я живу в Петербурге, если кто-то рядом, готова лично пообщаться с удовольствием. И мой последний вопрос, что сегодня было ценным для вас? Пишите, пожалуйста, я все прочитаю. Я на этом прощаюсь. Спасибо еще раз организаторам за такую возможность поделиться своим опытом, пообщаться с такой интересной аудиторией живой. Новизна тема. Жизненные примеры. Да, приходится честно признаваться. Да.